Асанов Вячеслав Владимирович В районе Тушино, в районе Митино, в районе метро Волоколамска Чем вызвана выбор именно вот этого места, именно вот этой поляны и что это за праздник? Да, все просто, мы здесь живем, в Митино просто, гуляем в этом парке, любим его и приглашаем всех прийти к нам на гуляние, на хороводную Во-первых, во-вторых, значит, тут у меня есть студия, студия Сибирской народной песни Потому что я долгое время жил в Сибири и очень много там занимался фольклором А в Сибири где именно? Ну, в Сибирске, там все мое детство, юность, все прошло Вот, и я фольклорист, у меня много материалов фольклорных Я здесь продолжаю заниматься фольклорами, тоже сибирским Потому что другой я не знаю, это надо изучать, ездить, делать специальные экспедиции Потому что регионы все разные, они отличаются друг от друга И вот, у меня есть студия, значит, и мы там круглый год поем, разучим хороводы сибирские Не только хороводы, разные песни, но вот такое гуляние именно хороводное А мы делаем уже в третий раз, в третий год А что, к какому празднику это сегодня приурочено или это не приурочено? Это не приурочено, это вообще приурочено должно быть к троице Но поскольку так получилось, что я вот завтра должен в Сибирь уехать Раньше, это последнее воскресенье перед моим отъездом И мы решили провести вот это 20 мая Вообще-то, это троицкое гуляние То есть это должно быть 3 июня на троицу, вот и далее Ну, немножко раньше решили провести этот праздник А вам, как фольклористу, как организатору, виден ли какой-то интерес вот именно к вот такому хороводному времяпровождению? Можно ли сказать, что у людей вот в последнее время интерес к этому пробуждается, становится больше? Ну, трудно сказать, что вот у всех людей пробуждается, так сказать, вот такому Есть любопытство, есть интерес, как у нас такого никогда не видели Вроде такого и не бывает сейчас в наше время, да Вдруг взяли в костюмах народных, вводят какие-то круги, хороводы Странно как-то немножко так вот Человек, которому, ну, нескушен в этих делах вообще Вот, интерес есть, интерес есть Но интерес больше у тех, кто занимается фольклором Хочет познать традиционную народную культуру Потому что там все, все наши знания национальные, значит, культурные Оттуда все идет То, что мы умеем, то, что мы вот так мыслим, то, что мы вот такие Это все идет в традиционной народной культуре Хотелось бы тогда переформулировать несколько вопросов Можно ли сказать о том, что растет интерес не просто, допустим, к хороводам А именно ко всему пласту старинной народной славянской нашей родовой культуры? Конечно, интерес растет Причем хоровод это или там песня или еще что-нибудь, ремесло какое-то Это все части системы Системы традиционной народной культуры Поэтому в целом идет интерес И те, кто занимается системой именно народной культуры Там интересуют такие вопросы, как Как воспитывать детей средствами традиционной культуры Как проводить праздники, как свой досуг и так далее Как работать даже, какие петь песни еще Ведь целый год календарный был расписан Все праздники, начиная со святок Там святки, масленица, троица, осенний, летний, осенний и так далее И так далее К ним готовились и по-своему их праздновали Интересно Потому что не было никаких средств коммуникации, как сейчас И люди сами все делали И когда мы в экспедициях спрашиваем Ну вот и как вы раньше все это проводили Не скучно было Ой, да было так весело Никто, что сейчас Они бабки вспоминают Ой, как было Бедно, говорит, жили А как было весело И они сами себя смогли Средствами традиционной культуры Значит, вот и развеселить Скажите, еще вот такой вопрос Есть ли какие-то отличия между фольклористикой Фольклорным пластом культуры русской Между Центральной Россией и Сибирью? Вот вам, как специалисту Который именно сибирскую фольклористику изучал Вот что вы можете сказать по этому поводу? Ну, отличия есть региональные Региональные отличия Потому что, если мы возьмем, скажем Север, там, Волг, Архангельск Это одна культура Юг России, Воронеж, Курстон, Орел Это другая Казаки, Донские и Кубанские, это другая Сибирские казаки, уже другая Забайкальские, тоже немножко другая культура Старобрядцы, русские старобрядцы Своя культура, значит Челдоны, старожилы сибирские Своя культура Поздние поселенцы из России Которые в Столыпинское переселение Перешли в Сибирь У них свое Вот такие региональные отличия Но в целом объединяет все равно русская культура Все равно это русские песни Они узнаются везде, в любом регионе Тексты эти встречаются Фактически все песни везде одни и те же Но их очень много Это не то, что, как в Советском времени было Там 10 песен крутили По радио все равно И все, и больше ничего Тут миллионы, миллионы песен И они есть у всех Но особенности отличия, оригинальные Мелодия, напев Там текст добавлен, текст убавлен И так далее, и так далее, и так далее Вот такие вот различия, конечно, есть Но в целом узнается о русской культуре То есть можно сказать, что русская культура Является некой скрепой, да? Страны от Бреста до Камчатки, да? Конечно, конечно, это безусловно Спасибо Здравствуйте, хотелось бы узнать Относительно праздника Относительно вашего участия в этого праздника Вы откуда приехали И какую роль исполняете На вот этом вот хороводном празднике? Я приехала с Северного Кавказа Сегодня утром Прямо с поезда буквально Пришла на эту поляну Северного Кавказа откуда? Это город Кисловодск У нас на Кавказских минеральных водах Образовалось очень много Славянских общин В Минводах В Пятигорске В Лермонтове В Ессентуках И в Кисловодске То есть практически все Кавказы сейчас охвачены Возрождением нашей славянской национальной культуры Хороводов, песен Я сама всю жизнь занимаюсь этим И возглавляю ансамбль Россиюня Русь Очень хорошее название А почему? Кто его выбрал? Это название выбрала я сама Когда я впервые посмотрела фильм О фестском диске Расшифровка этого диска заканчивается словами И с нами ты вовек Россиюния И тут я поняла, что есть еще и женское имя нашей Руси Вот мы знаем Русь-матушка А ведь мужское и женское начало переплетено Как в Боге, так и в нашей Великой Руси И поэтому родилось такое название Россиюния-Русь Это сочетание мужского и женского начала В той же идеальной гармонии, как в Боге Сочетается мужское и женское И именно флагом нашего ансамбля Стала такая же песня под названием Россиюния-Русь Которую мы воспеваем Богатырей русских Женщин русских И предков наших славных Ну, на этом празднике я сейчас участвую как зритель Первая часть, я просто сидела отдыхала, отдышаться хотела А сейчас приму участие, повожу хоровод, буду петь вместе со всеми Хочу записать новые песни Поделиться своими, если будет интерес Ну и повезти к себе домой, на родину Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что на Северном Кавказе сейчас всплеск интереса именно к славянской народной культуре Что много людей вот этим вот занимается Северный Кавказ достаточно сложный регион Вот чем это вызвано? И как давно этот интерес стал подниматься? Скажите Регион очень сложный На сегодняшний день Нас даже уже называют диаспорой Потому что по статистике Вот, допустим, в городе Пятигорске С 450 тысяч населения Мы составляем уже 20-25 процентов Русские И мы понимаем, что выжить на Кавказе можно только возраждая нашу культуру Ведь все кавказские народы А их у нас 97 проживает в одном только Кисловодске Они сильны именно тем, что держатся крепко своих корней Они с гордостью надевают свои национальные костюмы Они с гордостью поют свои национальные песни И то же самое нужно сделать нам Очень жаль только, когда мы начинаем это делать Нас начинают называть националистами Государственный заказ, да Партистами, язычниками Вот, когда 90 с лишним национальностей Кавказа Поют национальные песни И надевают национальные костюмы Это называется возрождение русской культуры Ой, извиняюсь Возрождение национальной культуры А когда мы делаем то же самое Вот это встречает Такое Противление Навеянное вот таким стереотипным мнением Которое сейчас входит Ну, несмотря на что Мы понимаем, что только через Пробуждение национального самосознания Через врождение нашей культуры Песни, танца, костюма народного И наших народных Воприродных традиций Которые не связаны ни с какими религиями А связаны с матерью природы С матерью землей Только через это можно Обрести нам единство И силу соответственно Иначе нам Не выжат на Кавказе Ирина, еще хотелось бы узнать Вы живете в этом сложном регионе О чем мы уже говорили Ставропольский край Кисловодск, Минеральные воды Все-таки хотелось бы подробнее узнать О межнациональных отношениях Царящих там сейчас В настоящий момент Что вы можете сказать по этому поводу С какими проблемами приходится сталкиваться В первую очередь русским В первую очередь Русских Притеснять в плане экономического пространства Потому что Все Диаспоры И национальные меньшинства Имеют очень мощную экономическую поддержку От своих общин Допустим Если чеченская семья Приезжает в Ставропольский край Их на уровне государственного финансирования Чеченской республики Обеспечивают настолько Что они за год могут поставить дом Купить машину Открыть собственный бизнес То же самое Могут сделать и армяне И Карачаевцы И другие народы Которые Завоевывают В общем-то Успешное экономическое пространство Кавказских Минеральных вод Утверждая Что это наша земля Хотя Исторически Это Земля Впервые Была освоена Русскими беглыми крестьянами А потом Казачеством Которое Организовало Построило И подняло На этой земле Масса Богатых Зажиточных Станиц Казачьих И У нас Нету Такой Поддержки Экономической Но единственное Что радует То что Вот Именно Славян Которые Объединились В общины К ним с уважением Относятся Даже кавказцы А почему? Вот Увидят у нас На груди Калавратику Или еще какие-то Символы Алатырь Там Калядник И говорят Привет Русским националистам От исламских Националистов Знаете? А чем это вызвано? Вот на ваш Они уважают Тех Кто возрождает Культуру И свои родовые Корни Потому что Они так же Воспитаны И Ну то есть Эти люди Понимают Что Вот Все Что было До этого Да Там Ислам И допустим Ну традиционные религии Назовем их так Это нечто такое Наносное Да Но Это связано Дело в том Дело в том Что несмотря На то Что все Практические Народы Северного Кавказа Исповедуют Ислам Если понаблюдать Их образ жизни Их традиции Обряды То Это те же Языческие Обряды Они живут Во природной Языческой Жизни И У нас У нас Очень Много Молодежи Буквально Начиная Со старших Классников Школьников Приходят К нам На славления На праздники Коллагодные Участвуют У нас В Минводах Есть два Замечательных Ансамбля Вече И Лютень Которые Вот Поют Фолк-рок В стиле Наших Традиций Вот Я вообще За то Чтобы наши Славянские Песни Звучали Во всех Жанрах Чтобы Можно было Достучаться До Даже Вот Самых Молодых Таких Вот Людей И до детей И до подростков Вот Это Вызывает Большую радость Смотря на то Что Именно молодежь Больше всего Тянется К нам Ну Скажите Вот Русская культура Возрождение Родовой Русской культуры Она Имеет Будущее Вот На Северном Кавказе И поможет ли Она Русским Быть сильнее В этом Сложном регионе Несомненно Имеет Будущее И это Единственный Способ Нам Стать Сильными И объединиться Спасибо Хотелось бы спросить Вас Вот Вот эти вот Праздники Которые проводятся Сейчас Славянские Родовые Русские Традиционные Праздники Чувствуется Здесь такая Здоровая Энергетика Очень интересная Такая Могучая Скажите Ваше мнение Насколько Эти праздники Нужны Именно сейчас На Таком Сложном этапе Развития Общества Ну Прежде всего Народ Наш И не только Наш Приучили К пассивности Приучили Или приходить Сидеть Перед телевизором Или приходить Допустим В зрительный зал Кинотеатра Театра Садиться В кресло И в лучшем случае Аплодировать Немножко Подвигаться Поучаствовать Непосредственно В действии Которые Происходят На сцене На экране Или где-либо Как бы По ту сторону Какая-то Другая Реальность Народ Не может То есть Это получается Пассивная Созерцательность Здесь Вы видите Здесь Нету Зрителей Зрители Немногочисленные Все участники Один Запоет Все Подхватят Один В пляс Спустится Все Пойдут Это Как раз Основа Возрождения Активности Внутренней И внешней Это прежде всего А когда человек Активен И активность Светлая Это не просто Активность Это именно Активность Которая Я бы сказал Такая Солнечная Активность Радостная Активность Которая Пробуждает Все лучшие Внутренние Ресурсы Весь потенциал Светлый Человек Начинает Играть Начинает Веселиться И человек В это время Когда водили Хороводы Практически Был период Когда вообще Больных не было Это исцеляющее Это оздоравливающее Это во первых Это первый момент То есть пробуждение Активного начала Творческого начала В человеке Ладного Гармоничного начала Но это только часть Задача Вторая часть Хороводы Это малая Модель Тех процессов Которые происходят В ближнем И дальнем космосе И когда Осознанно Моделируется Через эти Движения Через эти Ну как бы Рисунок Хоровода Эти процессы Происходит Великий факт Синхронизации Процессов земных Процессов Ближнего И дальнего космоса То есть восстанавливается Единство Гармония Целостность О которой так много Говорят Но которые очень Мало кто знает Как ее осуществить Наши мудрые предки Легко Естественно Радостно Это делали Что вы видите Что вы видите Сейчас на экране И заиграв песни Поведя хоровод Включившись Восстанавливается Вот это Радостное Светлое Бытие Которое так Нам всем нужно А можно ли говорить О том Что сейчас Вот идет Подъем Интереса Вот именно К истинному Такому Русскому Правильно Потому что Цивилизация Зашла в тупик Обратите внимание Очень много Аптек На каждом шагу Аптеки Реклама Лекарств И так далее Народ все больше Больше болеет Все больше развлекашек По телевизору По интернету И все прочее Ночные клубы Так вроде наполнены Казалось бы Иди И веселись А Там И самоубийства И просто апатии И прочее Возрастают То есть Получается Куда-то не туда Идет цивилизация А куда она идет Когда кто-то Начинает задумываться Получается Что есть путь К жизни А есть путь к смерти Цивилизация Во многих местах Это Тупиковый Отживший Путь Вот То что это самое И то что касается Очень многих сторон Бытия И еда И развлечения И даже простых Таких моментов Которые нужны Когда человек Искренне хочет Повысить качество жизни Начинает задумываться Как Какими средствами Этого достичь Как повысить Как жить интересно Радостно Как быть здоровым Счастливым Радостным И так далее Причем без всяких Копингов И так далее И когда он начинает Оглядываться Вокруг Он видит Что это Всегда существовали Простые средства Это песни Пляс Это хороводы Это праздник Это праздник Это образ жизни Светлый Трезвый Образ жизни Которые Все В совокупности Позволяют Человеку Всегда быть Ну скажем Здоровым Счастливым Успешным Потому что Кроме всего Прочего Когда у человека Внутренняя Гармония Лад В душе В нем Самом Вокруг Человек Всегда будет Успешен В своей деятельности Чем бы он Не занимался Можно ли Однозначно Сказать Что такие праздники Укрепляют И возрождают Народное здоровье Ну Это Можно сказать Даже аксиома Поскольку Это Многие Уже начинают Особенно Здесь Учат Это образ жизни Это не просто Прийти Чтобы Ими Полюбовались Или Сняли Или Там Ими Кто-то Им Поаплодирует Этого Не нужно Как видите Зрители Здесь Многочисленные Но они С интересом Смотрят Вокруг И потом Многие Просто приходят Сами Становятся В каравод И Начинают Чувствовать Что это Такое То есть Это Путь К жизни Путь К здоровью Путь К счастью Путь К успеху Я бы Так Сказал Это Не реклама Это Просто Хорошая Практика Нашей Жизни Русской Народной Славян Спасибо Большое Редактор субтитров Корректор Продолжение следует